Давайте познакомлю вас с этим персиковым очарованием Ирси. Красивейшая, замечательная кошечка и почему-то оказалась на улице. Лена ее встретила, когда шла из магазина, остановилась покормить. А дальше все пошло по такому сценарию, что в итоге сейчас малышка уже домашняя. Это беременок клинический и этот вирусный. Ты сейчас туда успеешь, подожди. А что вот это? Скорее всего, кусь. Вы можете посмотреть в кадр? Смешная. Это был вечер, когда Пандюшу выписали из стационара. Его привезли ко мне. Я взяла Фиби. Мы вместе с таксистом поехали в ветклинику, сделали Фиби рентген. Ну и ехали уже к Лене. Она мне позвонила и сказала, что пойдет купить пеленки, так как Пандюша у нас ходит мимо. А на обратном пути, мы уже были совсем рядом с ней, она позвонила мне через видеозвонок и показала вот это очарование. Пока мы до нее доезжали, это очарование никуда и не думало уходить. Она уже поела, села рядышком и сидела. Ждала, когда заберут, наверное. Ее напугала машина. Но она и не планировала уйти. Она отбежала в сторонку, посмотрела, что машина на нее не едет и вернулась к нам. Ирси наверняка почувствовала кошачий запах от Лены, а потом еще и от меня. И, в общем-то, поняла, что надо уходить с ними. Я тогда отпустила таксиста, поторопилась. Но наши планы совершенно поменялись. Я отнесла Фибе и Панде к Лене домой. Фибе посадила в ванной. Панде выпустила бегать. А сама побежала к тому месту, где они сидели. Как раз подъехал таксист. Мы запаковались и поехали в клинику. Красивая, очень красивая девочка. Полуперсидская, с тупым носиком. Ну, вот как у персов бывают, они немножечко вовнутрь. Не остренькие. Пушистость замечательная. Шуба почти без колтунов. Только вот болячка на шее. Расчесанная. Такое впечатление, что прикусили, не прикусили. Непонятно, какая-то шишечка на шее. И явно травмирована мордочка. Небольшой зазор на губе, из-за которого постоянно видно зубки. Но она очаровательна. При том, что она поела, пока мы ждали такси. Аппетит у нее шикарный. Она с большим удовольствием поела еще. Обработали ранку, обработали от паразитов. И окончательно обидели кошку, одев на нее плафон, потому что расчесывала лапочкой болячку на шее. Так как кошечка возрастная, еще и с улицы, мы делали ей УЗИ, чтобы посмотреть, нет ли беременности. Но как-то на УЗИ все было неоднозначно. Потом мы поняли, почему. Во время стерилизации обнаружили, что она была беременна. Но один котенок развивался нормально, а второй был замершей беременностью. И она бы не разродилась. И, в общем-то, кошечка пришла именно за помощью. Иначе после этих родов ее бы не осталось в живых. Точнее, эти роды нормально бы точно не закончились. Начались бы осложнения, и животное бы погибло. Простерилизовали, поревили. На какой-то период она получала курс антибиотиков. Все это время я старалась найти ей дом прямо с стационара, потому что забирать ее было совершенно некуда. Мой дом переполнен. У Лены тоже уже предостаточно, и она никого не могла уже брать. Ирси так тянулась к людям. Каждый раз, когда приезжала в клинику, она так наслаждалась тем, что ее гладят, мурлыкала, терлась, старалась впитать в себя каждую минуту этой нежности. Ей очень хотелось выбраться из боксика и уже как бы оставить его позади. Если честно, долго. Очень долго наше красивейшее персиковое очарование сидело в ветклинике, и ее никто не замечал. Точнее, все видели, но не было тех, кто готов был бы ее взять. Постоянно выставляла посты с ней в Инстаграм. Объясняла, что это очень дорого нахождение кошечки в стационаре, что каждый день мы оплачиваем, ну, можно сказать, просто так. Пока кололи антибиотик, это еще оправдывалось. А вот потом. Мы даже наделали кучу фоточек красивых, но, к сожалению, малышку не видели. Потом вот как-то приехала в клинику, а моя звездочка приодета. Ну, если честно, теплота ей была не нужна. Ее одели просто потому, что ей шло, ей красиво. Ну, не знаю, насколько красиво, но вот такая вот она получилась необычная. Ирси, конечно, грустила. Грустила в своем боксике, ей очень хотелось внимания и нежности. Я много раз писала, что совершенно некуда взять, и улица для меня неприемлема. Я надеюсь, что никогда не случится ужасов, и мне не придется никого выносить на улицу. На мои просьбы откликнулась только мама. Она согласилась взять Ирси на время на передержку. Потом пошел период адаптации. Вот даже лоточек стоит рядышком, чтобы девочке не нужно было никуда далеко идти. Она не очень-то была довольна большим количеством кошек на передержке. Она устроила бойкот, не хотела кушать. Приходилось подбирать, чтобы Ирси все-таки скушала. При том, что в клинике она преспокойно ела сухой корм для аллергиков, ведь мы подозревали, что на шее может быть еще и аллергия. А тут же нет, это приехал маленький командир, который выбирал, что она будет кушать, и абы что есть не соглашалась. Полина была в шоке. Но зато можно тоже вкусный кусочек получить. Я вчера забыла еду. Я считаю, нет, надо. Лоток молодец. Очень быстро освоила. А вот дружбу с другими заводить и не планировала. Она королевна полуперсидских пород. И тут, значит, дружить с вот этими всеми? Нет, она очень нежная, очень ласковая и классная кошка. Но компанию ни с кем заводить не хотела. Я продолжала ее пиарить. Кошке неудобно. Кошке не очень нравится вся эта компания. В итоге она вообще переехала жить на кухню и обитала больше там. Тут и еда, и кошек почти нет. Ее это устраивает. Примерно в этот момент историю Ирси, сторис про нее, у себя на страничке в Инстаграм выложил Паша. Это молодой художник, очень талантливый, и с помощью своих картин он старается помогать животным. Он от меня далеко, и аудитория у него очень разнообразная. Если честно, я не очень поверила, что будет какой-то толк. Но нет. Этот сторис увидела Елена. Первый раз мы поговорили, я бы даже так сказала ни о чем. Да, Елена спрашивала о характере, о том, какая она в поведении, что она кушает. Но мы совершенно не касались перевозки. А перевозить нужно было аж в Нижний Новгород. Немножко обсудили, и все. Но я думала, что дальше ничего не последует. А нет. Ирси очень запала в сердце Елене, и непросто. Но все-таки все получилось. Ирси ждал непростой путь. Ей нужно было вначале доехать в Москву. В Москве ее бы уже перехватила Елена, но мы не состыковывались по времени. И тут нам на помощь пришла Мариночка, у которой уже живут две мои кисы. Очень нас выручила. И забрала Ирси у перевозчиков и передала Елене. А уже потом Елена на ласточке поехала с красоткой домой. Увезла наше очарование в Нижний Новгород, в новую счастливую, замечательную жизнь. В тот день, точнее в то утро, я отправляла не только Ирси, у нас еще и Лана переезжала на другую передержку. Вот там вот маленький слоник, маленький, крупненький слоник, которого зовут Ланочка, моя очаровательная собачка. У нас на КМВ очень тяжело с передержками. Я бы сказала, их нет. Ну, по крайней мере, такие, которых бы хотелось. Лана все это время, пока она находилась на передержке, сидела в вольере. Ну да, по территории она выходила, но этого мало. Для того, чтобы собака была адаптирована, с ней желательно гулять на поводке. Сумма оплаты за Лану была и так огромная. А выгул на поводке мне предлагали еще за дополнительную плату. Такую крупную собаку нелегко пристроить и так много оплачивать и неизвестно какой срок уже просто не хватало сил. Поэтому Лана поехала в Санкт-Петербург на передержку, где гуляют с собаками и не просят за это доплату. И плюс наша сумма, которую я оплачивала за нее в месяц, уменьшилась. Да, к сожалению, я тогда теряю доступ к своей собаке. То есть видеоинформацию, фотоинформацию я смогу получать только оттуда. И уже не могу приехать сама и пофотографировать собаку. Но оттуда нормально доходят все нужные материалы. Их предостаточно. И главное, что я давным-давно потеряла надежду пристроить эту очаровательную девочку здесь. Ребятня моя готова. Ждут своей посадки. Животных много. Образовалась небольшая очередь. Но ничего. Ирсе я перед этим дала немножечко успокоительного. Все-таки девочка возрастная. Ланка у нас отличная девчонка и общительная. Ей вообще только в радость новые люди, новые эмоции. Для нее все замечательно. Правда, чего это меня вот туда запихивают, вот тут был небольшой страх. Но, в принципе, быстро все прошло. Мамушонок. Да. Мамушонок. Моя Ирсе, так сказать, ехала в вип-зоне. Попросила именно присматривать за девочкой. Да. Я не видела никаких проблем. Мы делали УЗИ сердца. Я знала, что все будет хорошо. Но перестраховка никогда не мешает. Ну что, мои малыши поехали. А это немножко моей обратной дороги. Как всегда, взгрустнулась и немножко печально, когда они уезжают. Но очень радостно, что кто-то нашел дом, а кто-то, надеюсь, найдет, попав на новую передержку. Эта Ланочка выгуливалась во время поездки. Идем, пойдем. Лана, вот смотри на меня. Лана. Лана. Что? Новый завтра, что? Лана. Ой, какая девочка, Лана. Ой, какая умница. Молодец. Давай лапку. Ой. Молодец. Молодец. Красивая. Красивая. Молодец. 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 Ладно, приехали. Эй. Что? Ланочка, пойдем. Пойдем. Ну что, моя очаровашка доехала. Сейчас будет заселяться. И надеюсь, что это нам поможет быстрее найти дом для Ланки. Классная, нереально классная собака. Очень ждет своих хозяев. Девочку. Пойдем. Смотрите далее. Смотрите. Ну а это долгожданная встреча. Ирси познакомилась со своей мамочкой. Дальше их еще ждала поездка на поезде, ну а потом домашняя жизнь. Искупались, привели шубку в порядок, можно и выспаться на своем мягком диванчике с большим удовольствием. Домашние жители потихоньку знакомятся, кто это там появился и приехал. Еще и характер показывает. Но это она немножечко характер показывала. А сейчас уже едят рядом из соседних мисок. И в общем-то дружная компания образовалась. Хотелось бы, чтобы дом появлялся у всех так же быстро, как и у Ирси. Давайте загадывать это желание. Пусть космос полетит их как можно больше и это сбудется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!